Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вестей. Россия. Исламский мир. Сегодня в Казани стартовал 15-й международный экономический форум. В нем участвует делегация Карачаева, Черкесии. Под крышей дома своего. Жители республики после долгого ожидания получили законные ключи от новых квартир благодаря офицерам регионального слиткома. Это у нас семейная. Семья Василенко-Гудовцовых из поселка Кавказский вышла в финал конкурса «В чем секрет семейного счастья?». В пейзажной дали зеленых полей колонна всадников. Конный переход на лошадях кабардинской породы прошел в Хабецком и Адыгихабльском районах. Сегодня в Казани стартовал экономический форум «Россия. Исламский мир. Казан форум». Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза вместе с делегацией из республики принимают участие в мероприятиях юбилейного 15-го международного экономического форума. Отмечается, что главная площадка для формирования эффективного международного экономического взаимодействия России и стран исламского мира. Впереди насыщенная деловая программа форума, в том числе заседание группы стратегического ведения «Россия. Исламский мир» с участием представителей организации «Исламского сотрудничества», в котором Карачаева Черкесия традиционно принимает участие. Рашид Тимрезов Рашид Тимрезов отметил, что на стенде республики представлена продукция предприятий-производителей питьевой воды, колбасных и мясных деликатесов, кондитерских изделий, санитарно-гигиенической продукции, товаров на основе натуральных масел, текстиля. Ежегодный объем внешнеэкономической деятельности предприятий республики растет. Минобороны России сообщило сегодня об освобождении села Работина в Запорожской области. Мужество и героизм проявил наш земляк Мурат Айсанов, житель Ауза Аула Инжи-Счукун. Сейчас мы видим героические кадры прорыва бойца 70-го гвардейского мотострелкового полка Вооруженных сил России с позывными «Айсан» и «Мусульманин» совершили впечатляющий прорыв на мотоцикле в окрестностях Работина на Запорожском направлении. Они оказались в смертельной опасности, но сумели ее преодолеть. Под страшным огнем противника они занимают позицию в Работина и движутся на большой скорости под интенсивным украинским обстрелом. Рядом с ними буквально в считанных метрах ложатся вражеские боеприпасы. Транспортное средство российских военных выходит из строя, поэтому дальше они, не сдаваясь, двигаются вперед пешком. Наш боец подходит к плиндажу и бросает внутрь гранату. С тяжелыми пулевыми ранениями Мурат Айсанов был доставлен в госпиталь города Москвы. В селе Даусус продолжается активное строительство нового детского лагеря. В настоящее время на детской базе Сосенко строится два корпуса лагеря, рассчитанного в общей сложности на 100 мест. Об этом рассказал на своих страницах в социальных сетях глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Руководитель региона добавил, что помимо двух новых корпусов планируется построить амфитеатр, теплицы, где дети будут приобщаться к труду и выращивать овощи для собственной столовой. На территории есть также образовательный корпус. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о международном дне семьи, конном переходе и автопробеге в честь Дня Победы. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах со снегом, днём в отдельных районах сильные дождь и гроза. Ветер северный 5-10 метров в секунду, температура ночью 2-7, в горах до минус 5, днём 11-16 со знаком плюс и местами 7 градусов выше нуля. В Черкесске кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, температура ночью 4-6, а днём 14-16 градусов тепла. Семьи из Карачаево-Черкесии выразили благодарность офицерам регионального управления Следственного комитета России за помощь в переселении и запасного жилья. Миримхан Гутикулова, жительница одного из двух общежитий Черкеска, в июне прошлого года вместе с соседями обратила следственные органы с просьбой защитить их жилищные права. На протяжении пяти лет граждане не могли добиться признания домов опасными для проживания и переселения в новое жильё. А жалобы в различные инстанции результата не приносили. После обращения была организована процессуальная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело. Проведён большой объём следственных действий, допрошены более 400 свидетелей, изъята строительно-техническая документация, проведены судебные экспертизы. Благодаря принятым офицерами регионального следственного комитета следственного управления мерам строительные работы завершились в сжатые сроки. И уже в феврале 2024 года свыше 200 семей получили ключи от новых квартир. Сегодня Международный день семьи. Финал конкурса «Это у нас семейная» вышла семья Василенко-Гудовцовых из посёлка Кавказский. Этим летом они отправятся в Москву, чтобы представить там нашу республику и побороться за главный приз конкурса. В гостях у семьи Василенко-Гудовцовых побывал наш корреспондент Алий Баташев. Вся семья вместе, так и душа на месте. Папа с мамой только вернулись с работы, бабушка разливает по чашкам душистый чай. Все рады встрече. Олег Гудовцов впервые встретил Марию на работе. С тех пор они не расставались, сыграли свадьбу и вместе уже 8 лет. Пока у них двое сыновей. Диме Дусем, а Роме 5 лет. Но это только начало. Мы хотим большую семью, дружную, чтобы детей было побольше, потому что звонкий детский смех в семье – это всегда счастье. И для нас, и для родителей. Секрет семейного счастья во взаимопонимании, любви, уважении. Ну и, конечно же, всё делать вместе. А что вы делаете вместе? Мы делаем всё вместе. Мы готовим вместе, мы путешествуем вместе, мы организуем праздники вместе, собираем большую нашу дружную семью. И даже работаем мы вместе. Бабушка Светлана Михайловна вместе с Марией на досуге любят вышивать, заниматься различными видами декоративно-прикладного искусства. И глаз радуется, и на душе приятно. Ватенанка называется. Это вот украшать на окна, знаете, делают красиво окна украшаются. Особенно сейчас мы к Новому году делаем разные украшения. На 9 мая вот берёшь картинку и всё чёрное удаляешь, и потом у тебя получается вот так красиво. Внуки обожают своего дедушку, милиционера в отставке, Василия Михайловича. Его любимое занятие – проводить время с внуками, которых он любит больше собственных детей. Внуки почему-то дедушкам и бабушкам кажется дороже, милее. Вот я даже вот себе задаю этот вопрос и не могу на него никак ответить. Вот я с ними нахожусь постоянно. Вся семья любит спорт и путешествия. Кстати, они стали финалистами конкурса «Это у нас семейное», выиграв «Большое семейное путешествие по России». Финал конкурса, на котором семья Гудовцовых представит нашу республику, состоится летом. 8 июля 30 семей победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Одним из заданий конкурса, это у нас семейное, было нарисовать герб семьи. В его основании изображены заглавные буквы «В» и «Г». Потому что Василенко – это фамилия бабушки и дедушка, а Гудовцова – это нашей семьи. Мои увлечения – петь, рисовать, быть сильным. Чтобы быть сильным, надо брать пример с героев и помнить их подвиги. Сюда, к скромному обелиску воинам Отечественной войны, в парке поселка Кавказский, приходят, чтобы почтить память погибших. Василенко-Гудовцовы верны этой традиции и желают, чтобы сыновья – Демид и Рома – ее продолжили. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачева-Черкесия, Прикубанский район. Воспитание верхового скакуна и обучение всадника стало искусством, пронесенным сквозь века. И с каждым годом к нему приобщаются все больше и больше молодых людей, желающих возродить институты черкесского наездничества. Общество всадников Карачева-Черкесии Шиухасе в этот раз организовало конный короткий переход из аула Новохумаринск в Эрсакон на лошадях кабардинской породы. За первым днем пути всадников понаблюдала Фатима Даурова. В пейзажной дали зеленых полей четко вырисовывается колонна всадников. Неспеша, выверенным темпом, они приближаются и образ приобретает свои контуры. Казалось, всадники остались лишь в старинных песнях и легендах, но вот они здесь. Такое ощущение, что прошлое шагнуло в современность со стуком подков об асфальт. Первым населенным пунктом на пути всадников оказался аул Беслиней. Там их встретил со словами приветствия и напутствия старейшина аула Хусин Гутекулов. Он обратился к участникам перехода, выражая благодарность за организацию такого мероприятия. И все время подчеркивал, какое важное значение имеет для молодого поколения возобновление красивых традиций предков. Иметь коней – это ни с чем не сравнить. Коней очень умный и очень преданный к своему хозяину. Скажите, пожалуйста, кем является конь для Черкесия? Черкесия – это первый друг. Черкесия коня не меняли ни на что. После колонна продолжила свой путь, который лежал через реку Большой Зеленчук. Здесь наездники решили устроить пятиминутный привал для того, чтобы напоить своих скакунов. Чистая и холодная вода из горной речки немного остудила пыл горячих жеребцов, так и норовящих ускорить ритм ходьбы. Некоторые из самых нетерпеливых переправились через бурные потоки реки, обгоняя своих друзей. Они подождут их там, немного впереди, пока все их не догонят. Потихоньку асфальт сменяется грунтовыми дорогами, расстояние до назначенного места сокращается. Группу всадников объединяет любовь к лошадям. Нынешние черкесы несут в себе гены сотен поколений предков, чья жизнь прошла в седле. По современным улицам движется группа всадников, одетых и экипированных так, словно они сошли со старинных гравюр. Их выправка и стать коней завораживает. С нескрываемым удовольствием за ходом колонны наблюдали жители аула, которые семьями вышли встречать долгожданных гостей. Старшие подходили к всадникам со словами приветствия и благодарности за то чувство гордости, что они сейчас испытывают, глядя, как вековые традиции предков возрождаются у них на глазах. Очередная остановка всадников – это старинный черкесский аул Вакожиля, которому исполнилось уже 200 лет. С самого раннего утра жители готовятся к этой долгожданной встрече. Их будут встречать под мелодией национальной гармошки и, конечно же, блюдами адыгской кухни. Старейшины аула, представители духовенства, жители Вакожиля не скрывали свою радость в честь такого события. Давно не было в ауле праздников такого рода, когда более 50 всадников на лошадях кабардинской породы горцевали по улицам родного селения. Если старшее поколение еще застало времена, когда в каждой адыгской семье содержали коней, то для некоторых представителей молодого поколения это первое визуальное знакомство с красивой традицией черкесского наездничества, как зеку – конный переход. День близился к послеполуденному времени. Настала пора всадникам попрощаться с гостеприимным аулом и продолжить свой путь. Но это уже другая история, о которой мы расскажем в следующей части. Фатима Даурова, Муминат Ишерова, Ринат Мука, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии ветераны Росгвардии провели мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Представители Совета ветеранов первичной организации войск правопорядка приняли участие в автопробеге, старт, которому был дан у музея памятника защитников перевала в Кавказе память о бессмертном подвиге наших отцов и дедов по сей день согревает сердца всех поколений нашей страны. Благодаря нашим героям, отдавшим все силы для победы, мы строим планы на будущее, радуемся жизни и можем без страха заглядывать в завтрашний день. Низкий поклон и вечная благодарность им за это, отметил полковник милиции в отставке Василий Попов. Ветераны ведомства возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» в поселке Орджинкидзовский, затем автоколонна проехала по главным улицам городов и населенных пунктов Карачаевского района. Сегодня Международный день климата. Специалисты бьют тревогу, что климат планеты быстро и резко меняется. Впрочем, как сегодня на перевале Гумбаши, настоящий только не январьский, а майский снегопад. По словам метеорологов, месяц аномально холодный практически во всех регионах России, но воздух начнет постепенно прогреваться. Как говорится, у природы нет плохой погоды и нужно настраиваться на лето, до которого осталось две недели. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Свет в окне». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»